Издательство «Эксмо» Наталья Александрова. Тайна Багрового камня. Я снова посмотрела на часы, была уже половина десятого. Свекровь сказала, что Михаил приедет от восьми до девяти, а сейчас уже девять тридцать. Мне было беспокойно и не оставляло неприятное чувство, что кто-то смотрит в спину. Однако, сколько я не оборачивалась, мне не удавалось перехватить ничей взгляд. Мимо меня третий раз прошел сутулый мужичок с бегающими глазами, то и дело выглядывающими из-под надвинутой на лоб кепки. Заметив мой затравленный взгляд, он отвернулся и отошел в сторону. Я следила за ним из-под опущенных ресниц. Он немного выждал, подошел к дремлющей на скамье тетке и покатил стоящий рядом с ней чемодан. Слава богу, это обычный вокзальный воришка, а не то, чего я так боялась. Я хотела уже разбудить тетку, но она сама проснулась, вскочила и кинулась вслед за вором, заполошно крича, «А ну, стой, ворюга, отдай чемодан, отдай, тебе говорят, отдай, держите вора!» Воришка бросил чемодан, нырнул в толпу, которая вытекала на перрон из прибывшего поезда, и бесследно исчез. Тетка схватила свой чемодан, погрозила вслед вору кулаком и вернулась на прежнее место. А я снова взглянула на часы. Девять сорок пять. Да что же это такое? Велели мне ни в коем случае не опаздывать. Говорили, насколько все серьезно. А сам я снова, которая уже раз, огляделась. На вокзале царила обычная вокзальная суета. Люди спешили на посадку, другие выходили в город, таксисты-частники ловили клиентов. Один из этих таксистов показался мне подозрительным. Он только ходил взад-вперед по перрону, не подходя никому из пассажиров, не предлагая свои услуги. Но тут, среди толпы прибывших, появился самоуверенный господин в кашемировом пальто без чемодана, с одним только дорогим винтажным портфельчиком в руке. В толпе суетливых, озабоченных пассажиров он выглядел, как акула среди стаи рыб прилипал. И тут подозрительный таксист оживился, бросился через толпу к кашемировому господину, деликатно подхватил его под локоток и что-то заискивающе залопотал. Все понятно. Он ждал крупную рыбу, не желая размениваться на вокзальную мелюзгу. Я снова взглянула на часы. Десять ноль две. И снова я почувствовала спиной пристальный, неотступный взгляд. Нет, больше ждать невозможно. И все-таки я снова посмотрела на часы. Все сроки прошли. Свекровь сказала, что Михаил будет ждать меня у поезда. Но поезд давно ушел. Михаила в нем не было. Он не мог пройти мимо меня. Он знал, что я его жду. Что-то случилось. Его что-то задержало. Я вытащила телефон, хоть свекровь и велела мне не звонить мужу. Чужой голос ответил, что телефон выключен или абонент находится вне доступа сети. Ну, ясно. Ему она тоже велела выключить телефон. Я перехватила внимательный взгляд мужчины в грязноватые куртки. С виду самый настоящий бомж, как их полно на вокзале. А взгляд слишком цепкий. Он почувствовал, видно, мое настроение, надвинул поглубже кепку и отвернулся. Но, что характерно, не ушел. Значит, пора уходить мне, а то поздно будет. Я подхватила нетяжелую сумку, еще раз обвела взглядом зал ожидания и пошла к выходу, стараясь не торопиться. Бегущий человек вызывает подозрения, говорила свекровь, хотя на вокзале многие бегут, такое уж место. Скользнув взглядом по витрине небольшого магазинчика, где продавались напитки, чипсы, батончики и тому подобные мелочи, я увидела, что тот тип в грязной куртке звонит кому-то по телефону. Даже отсюда было видно, что мобильник дорогой. Ага, у бомжата. Сердце у меня замерло. Неужели это они? Только не паниковать и не бежать, сломя голову. Я остановилась, как будто что-то вспомнив, и свернула в боковой коридорчик, который вел к туалетам. В женском туалете копошилась уборщица. Нестарая тетка в синем платке, повязанном кверху концами. Так что получались как бы кокетливые рожки. — Закрыто! — злорадно крикнула она. — Закрыто на уборку! Я молча вытащила тысячную купюру и помахала ею в воздухе. — Ладно, — буркнула она. — Заходи уж! И протянула руку. Но я спрятала купюру в карман. Мне не туда. Мне наружу выйти незаметно. — Чего? Тетка постепенно набирала обороты. — Наружу? А может, ты воровка сперла чего? А я тебя покрывать стану. Да я сейчас полицию крикну. У меня тут все знакомые. Я молча развернулась и пошла прочь. Но не сделала и двух шагов, как тетка деловито сказала мне в спину. Не тысяча, а три. — Две. Я достала две купюры. — Две или я ухожу. Другой выход найду. Ты не одна тут такая. Ладно. Тетка подошла ближе и потянула меня в темный конец коридорчика, где открыла небольшую дверцу. Она выходила во двор, заваленный всяким мусором, ржавыми железяками непонятного назначения, ломанными ящиками, раскисшими картонными коробками. Я с трудом пролезла мимо этих куч и нашла в заборе калитку, вышла на улицу и побежала к дому. Город у нас не то чтобы большой, но и не совсем маленький. Из общественного транспорта ходят только автобусы, но я живу в нем с самого детства, поэтому знаю все ходы и выходы, так что всегда могу срезать, где надо. Через полчаса я добежала до дома и остановилась, чтобы унять сбившееся дыхание. Вообще-то бегать я люблю. У меня это хорошо получается. В школе даже призы какие-то брала, но сейчас я сильно нервничала, к тому же нужно было оглядеться. Улица у нас тихая, дома на ней новые, стоят вплотную друг к другу, и у каждого сзади есть собственный садик. Это очень удобно для Оськи. Оська — это собака. Ему полтора года, в доме мы живем вчетвером. Я, муж, свекровь и Оська. Точнее, я бы поставила Оську после мужа, перед свекровью, но вслух об этом не говорю, сами понимаете почему. Итак, я внимательно огляделась и не обнаружила возле дома ни незнакомых машин, ни людей. Мишина машина рядом была, моя в гараже, свекровь не водит. Кто-то из нас обычно подвозит ее на работу, потому что работаем мы все в одной фирме. До сегодняшнего дня, во всяком случае, так было. Машины свекровь велела не брать, по ним нас сразу бы нашли. Тут я была с ней согласна. Продолжение следует...